Здравствуйте дорогие друзья с вами Яна Федорова и сегодня мы поговорим о компанули как размножать нашу прекрасную очаровательную милую маленькую компанулу в домашних условиях этот цветок размножается очень тяжело сейчас весна мне порекомендовали попробовать это сделать именно весной возможно это и получится эту компанулу я купила в цветочном магазине специально для этого в домашних условиях растет компанула равнолистная называется вот этот вот колокольчик компанула переводится с латинского как колокольчик я сейчас смотрю какие же у него взять череночки потому что черенки очень такие маленькие мелкие тоненькие даже не знаю какого это получится часть я попробую коренить через почву и часть попробую через воду посмотрим может быть что-то и получится в каком-нибудь из этих случаев когда компанула цветет тогда вот желательно и брать черенки на посадку вот наша компанула уже у меня цветает так вот тут вроде бы один нашла я вам потом поближе покажу какие взяла вот он такой совсем маленький но это даже один из самых больших остальные вовсе маленькие так еще вот эти и тут так вот еще один смотрим что же тут есть еще один вроде бы такой кустик очень густой но это сделано специально когда его выращивали на фабрике специально применяются такие препараты которые искусственно вызывают у цветка ветвление и поэтому получается очень очень много таких вот побегов и много много цветов для того чтобы стимулировать цветение тоже применяются специальные препараты химические я впоследствии тоже буду пробовать кое-что вам показывать для этих целей что можно сделать в домашних условиях не прибегая к промышленной химии череночки конечно очень маленькие вызывают сомнения что что укорениться и к тому же здесь посажено множество черенков как я вижу в один горшочек вот этот крошечный на фабрике растения выращиваются не для того чтобы они потом росли домах у людей а для единичного использования просто так один раз украсить помещение и все потом они выкидываются именно так за рубежом врач используются вернее эти растения фабричные у нас же все наоборот мы покупаем цветочных магазинах растения надежде на то и с целью того что мы его разведем и будем долго им любоваться но практика показывает что такие растения после магазина они долго то и не живут именно по этой причине что они не предназначены для этого к сожалению так здесь уже совсем очень трудно стало выбрать черенок все так уплетено что даже невозможно рассмотреть этот не годится вот здесь у нас что-то отсоединилось так так это тоже не годится цветочки надо удалить как бы не было жалко цветочки надо удалить ну впрочем они и сами скоро уже отпадут на каких на каких уже отпали вот столько черенков просто невозможно их отдельно настолько они там сплетены такие густые даже не разберешь где один где другой где листочки так все сделано такое вызвано обильное ветвление что просто комок сплошной потом спрашивается что уж она не растет после цветочного магазина ты приносишь домой она цела и больше не растет а погибает так конечно тут такое творится кто же будет расти она вся истощена получается наверно хватит пока пока наверно хватит так это у нас нужно и так что же получилось у нас вот этот я коротенький попробую через землю наверно тоже так цветочки то удалить надо этот через землю так это тоже через землю по длине и которые те попробую укоренить через воду этим по длине и так наверное получится 1 2 3 4 5 6 через землю 1 2 3 4 5 6 через воду 6 на 6 получается вот так выглядят наши череночки так здесь у меня приготовлена земля уже для этого вот в такой маленькой типа теплички я уже сделала землю просто пролила ее так сейчас пока это уберу в сторонку зайти поближе и просто их воткну не глубоко так чтобы они держались так коробочку эту узел а маленькую контейнерик они все здесь поместились дай бог чтоб приросли корешочки и тогда я уже их подниму вот они такие и закрою эту тепличку пока ее сторонку уберу так но как же я буду делать через воду вот я вам хочу показать маленький стаканчик я взяла вот такой примерно ну этой воды наверно будет мало так как они короткий еще немножко долью и взяла я фольгу просто обычную пищевую фольгу так сверху налепляю чтобы получилось вот такое устройство так череночков у нас 6 проколю здесь 6 дырочек небольших небольших 4 5 6 вот так и просто эти череночки туда вставлю так так и они не будут у меня плавать в воде и будут вот так укореняться это такой способ хороший чтобы не мочить стебли вот с растениями у которых гнутся эти ножки свои и стебли не любят или листья не любят когда они находятся в воде это хороший способ ну это для таких вот мелких которые не поймешь как ставить почему то еще одна осталась так ладно в серединке сделай вот так вот так у нас получилось так что у нас там стебельки достигают водички вот все должно быть хорошо так и с этой стороны стебельки чуть покороче наверное еще немножко воды добавлю чтобы уже точно все покрывали вернее все доставали вот так и поставлю я этот стаканчик в пакет герметично закрывающийся замочком чтобы влажность была и поставлю на свет это все дело ну а дальше что получится будут ли они прирастать укореняться я тоже буду снимать и показывать вам так что следите за видео как развивается наша прекрасная компанула и что же с ней происходит итак друзья если вам понравилось как всегда лайкайте и подписывайтесь на наш канал Продолжение следует...